всем привет меня зовут лиса и мы с вами находимся на youtube канале где мы говорим о том как увеличивать продажи на маркетплейсах и как выходить на них и сегодня мы с вами поговорим о вопросе ценообразования наверняка каждый раз когда вы думаете о том чтобы вывести ваши товары на marketplace вы слышите о том что там много каких-то скидок и непонятно что включать в цену и поэтому мы сегодня с вами раз поговорим о том как сделать ваши продажи прибыльными и так что включить в цену когда вы выходите на вайлдерис первое что о чем вы должны подумать и проверить это какую комиссию или какое вознаграждение вайлдерис берет за свои услуги комиссия она может быть от 5 до 15 процентов в зависимости от категории товара и сейчас мы с вами посмотрим какие существуют категории товара и как различается комиссия а я вам смогу показать и отправить этот документ чтобы вы могли точно проверить какая комиссия будет на ваши товары смотрите комиссия может меняться но чаще всего в последнее время она скорее уменьшается чем увеличивается поэтому вам вряд ли придется закладывать больше смотрите вы сейчас на экране я думаю хорошо видите столбцы смотрите процент комиссии стоимость хранения стоимость логистики мы об этом поговорим попозже с левой стороны эта категория товаров и предмет смотрите к этим внутри категории товаров в зависимости от предмета тоже может различаться и комиссия и логистика и хранения соответственно лучше проверять все категории которых вы собираетесь что-то продавать смотрите я сейчас поставлю фильтр от самой маленькой комиссии мы видим что самая маленькая комиссия она у достаточно большого количества товаров это автомобильные товары спортивное питание косметика на самом деле огромное количество товаров потому что в последнее время вайлбер скорее снижает комиссию чем увеличивает на цифровой контент вне зависимости от того что он вроде бы как цифровой и на него нет дополнительных расходов процент комиссии 10 но это тоже могу сказать очень маленький процент комиссии принимая во внимание то что у вас логистика и соответственно хранения будут по нулям красота продукты это уже 10 процентов комиссии и так далее вы видите что файл очень объемный и я конечно не покрою сейчас все комиссии но вы можете про для себя понимать что это где-то от 5 до 15 пишите мне чтобы я вам скинула этот файл сейчас мы вернемся назад презентации надеюсь вы поняли по поводу комиссии дальше следующий вопрос это внутренняя логистика вайлберис что это такое это то какую цену берет вайлберис за то чтобы доставить ваш товар от своего логистического центра до пвз из которого заберет клиент свой товар и на самом деле эта стоимость тоже очень маленькая например в сравнении с интернет-магазином или там если вы бы отправляли этот товар самостоятельно транспортной компании а также в зависимости от категории товаров варьируется цена логистики в одну сторону но что вам нужно знать точно это то что если ваш товар например от заказали приняли на пвз на пункте выдачи заказа но решили возвратить вы заплатите и в обратную сторону тоже то есть вы заплатите до пвз до пункта выдачи заказа от пункта выдачи заказа и следующий раз когда товар снова закажут вы еще раз заплатите за доставку соответственно если у вас высокий процент выкуп выкупа товара это очень хорошо потому что вы достаточно мало денег будете тратить на доставку но но если мы представим что ваш процент выкупа это при процентов 50 или даже меньше то конечно вам нужно включать стоимость вашего товаров ценообразования не только одну не только в одну сторону доставку например 30 рублей но сразу например в 2 или в 3 следующий вопрос это внешняя логистика а есть два способа работы с вайлберрис первый способ это когда вы торгуете со своего склада и я сейчас о нем не говорю и второй способ это когда вы торгуете со склада вайлберрис что это означает где-то раз в неделю или раза в две недели зависит от того как часто вы делаете подсортировки вы будете отправлять ваш товар транспортной компании или самостоятельно до ближайшего склада очень удобно когда склад находится рядом вот у нас например очень это хорошо происходит потому что а склад в подольске находится минут 40 от нашего города от нашего склада и конечно мы возим самостоятельно и на этом экономим но очень большое количество поставщиков находится достаточно далеко от склада и в этом случае им приходится закладывать во-первых наверное более редкие более меньшее количество поставок до склада то есть по сортировке вы будете делать реже и плюс закладывать будет необходима стоимость самой доставки обычно стоимость будет где-то от двух тысяч потому что мы иногда доставляем до твери из подольска это стоит в районе двух тысяч за коробку но опять же все очень зависит от того какое какая у вас категория товаров и нужно лучше и лучше вам узнать у транспортной компании сколько вы будете платить за доставку но обязательно принимайте этого внимания потому что в будущем вы возможно будете увеличивать количество поставок соответственно эти расходы будут увеличиваться следующий пункт это хранение товаров на складе в адрес здесь есть несколько моментов раньше хранение оплата за хранение зависело от того какая у вас оборачиваемость по бренду или по поставщику это было достаточно удобно потому что возможно у вас был какой-то пул набор товаров которые достаточно хорошо продавались у них была хорошая оборачиваемость и были немножко не ликвиды и соответственно плюс-минус у вас оборачиваемость была меньше 60 дней и вы очень мало платили за хранение товара сейчас в адрес вел такую вещь что вы платите за хранение каждой единицы товара который находится на складе в адрес что с моей точки зрения как предприниматель достаточно логично потому что а складские просторы складские площади они достаточно ограничены всегда если большое количество поставщиков будет отправлять и не ликвидный товар тоже и не платить за него только потому что у них есть ликвидный это согласитесь будет не очень удобно соответственно хранение товара она платится за одну единицу товара за один день стоимость тоже разница в зависимости от категории я сейчас вам покажу опять в этом же файле где это можно посмотреть посмотрите это третий столбец а вы видите что стоимость у многих товаров достаточно низкая то есть это 003 рубля в день умножить на количество единиц товаров и умножить например на 30 дней в среднем и так вы можете примерно понимать сколько вы будете хранить платить за хранение но также обращу внимание что есть отчет которым под можно посмотреть приблизительное предположение о том сколько вы будете платить за хранение можно этим пользоваться на самом деле если у вас не сильно большой склад это не будет большая стоимость поэтому можно сильно на это не обращать внимание так идем дальше утилизация товара в ситуации когда ваш товар вернули как брак например там у него что-то было сломано или не знаю в процессе сломалась или заводской брак этот товар будет утилизирован вы за это платите это небольшая сумма тоже в районе 30 рублей за единицу и если мы предположим что у вас ты качественный товар то эта ситуация у вас будет достаточно редко происходить но все равно нужно принимать во внимание что такая часть расходов у вас может появиться но кстати замечу что в ювелирной продукции например вот у нас товар не утилизируется он возвращается назад поставщику потому что это драгоценные металлы его нельзя просто так утилизировать следующий очень важный повторюсь важный важнейший момент это скидки и промо-коды смотрите скидки и вообще вот вся акцион все акционное направление на вайлдберрис это очень большая часть маркетинга соответственно акция происходит на постоянной основе они достаточно могут быть глубокими скидками и вам нужно это принимать во внимание потому что если все остальные проценты и расходов это такие небольшие размеры то здесь проценты могут быть от 35 смотрите я вам предлагаю думать о том что ваши скидки и промо-коды могут составлять по крайней мере 35 процентов и выше соответственно 35 50 60 и так далее это не то что это стоимость будет на постоянной основе это означает что вы имеете возможность снизить ваши цены до такой степени что ваша маржинальность в целом все равно еще останется нормальной не то чтобы целевой но во время акций они редко на остаются целевыми но по крайней мере некой потому что может быть такая ситуация что скидки например поставить нужно участвовать в акции нужно а вы себе этого не можете позволить и ваши товары могут просто либо не показываться либо не будут показаны под баннером что тоже очень важный момент потому что под баннером показываются все товары которые участвуют в акции а следующий момент это упаковка товара упаковка товара может быть на нескольких этапах смотрите тоже в зависимости от категории товаров которые вы торгуете например ваша заводская упаковка может не подходить для того чтобы быть отправлены сразу же на в адрес как минимум например вам придется упаковать это либо в какую-то бабл пленку либо еще во что-то плюс в коробке плюс это как бы упаковать возможно в палеты то есть это все это дополнительные расходы которые вы понесете это также может быть подарочная упаковка если вы ее также предоставляете например в ювелирном направлении необходимо всегда прикладывать либо коробочки либо такие картонные коробки которые очень мало места занимают но в любом случае их получает клиент и это вы тоже должны предполагать в вашем ценообразовании кстати да не сказала это примерно 5 процентов в себестоимости тоже но зависит от того какая у вас упаковка и соответственно вы закладываете такой процент следующий этап это зарплата менеджера примерно до оборота в три-четыре-пять миллионов вам скорее всего не понадобится большой какой-то спектр работников у нас например есть только один менеджер который занимается отгрузками и вот более чем достаточно потому что отгрузки происходят раз в неделю два раза в неделю и как раз все остальное время можно заниматься либо карточками товара либо чем-то еще но опять же зависимости от того какие у вас объемы продаж и какой у вас товар вам могут понадобиться например складские работники или вы можете брать на аутсорс большое количество людей например дизайнер который будет дизайнить делать дизайн ваших карточек товара либо фотограф тоже но это уже такая не частая наверное будет история но все равно это нужно накладывать в себестоимость товара аренда склада это относится к тем кому будет уже необходимо арендовать склад соответственно если у вас небольшой товар или у вас уже есть какой-то бизнес где вы этот товар продаете вам никакой дополнительный склад не требуется соответственно это очень хорошее снижение фиксированных издержек и последний момент это то что вам будет необходимо платить за какие-то учетные системы или какие-то другие программы что я здесь имею ввиду это возможно быть как 1s либо мой склад либо еще какая-то программа которой вы пользуетесь плюс большое количество поставщиков начинает пользоваться аналитическими программами соответственно это тоже нужно принимать во внимание и учитывать в ценообразовании друзья мои спасибо что вы послушали и я надеюсь что для вас был полезен этот ролик напишите какие элементы вы используете в ценообразовании какие возможного для вас были новые и если вы только планируете выход на в адрес тоже пишите для меня будет очень интересно с вами поговорить и возможно дать какой-то совет до встречи Субтитры сделали Продолжение следует...